И мы будем молиться. Деяние 13 глава, 21-22 стихи. Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок. Атринах его поставил им царем Давида, о котором и сказал свидетельствуя. Нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои. Это проповедует апостол Павел. Он приводит места из Ветхого Завета и говорит о том, что Бог усмотрел себе царя Давида, который пришелся ему по сердцу и который исполнил все хотения самого Бога. Уникальное место из Библии. Давайте мы сегодня склоним наши сердца и попросим Бога, чтобы он нам открыл свое сердце. Слава Тебе, всемогущий Бог, Господь, Отче. Мы знаем по Писанию, что Твое Слово, оно открывается только Твоей личностью, Иисус Христос, Господь, Отче. Открывай нам и сегодня, Господь. Пусть сходит Твое святое помазание, которое лично каждого из нас научает всему тому, что сокрыто, Господь, Отче. А человеческий глаз, превосходящее разумение любовь Христова, Господь, Отец. Слава Тебе, всемогущий, Господь, Отец. Мы хотим познавать Твои таинства, Твои тайны Твоего сердца, Господь. Чтобы это, Господь, Отец, открывалось для нас как в тайной комнате, как что-то сокровенное, Господь. То, что Ты открываешь только Своим детям, Господь, как небесный любящий Отец. Дай нам знать Твои тайны, Господь, Отец. И дай нам открывать Свои тайны, Господь, Тебе, Господь, чтобы между нами всегда было это чудесное, близкое, самое близкое сокровенное общение. Спасибо Тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа молились, во имя Отца и Сына и Святого Духа. И народ Божий скажет, если согласны, конечно. Аминь. И вы знаете, открытое сердце Бога, почему меня как-то побудило? Размышлять на эту тему. Я думаю, это вообще что-то самое важное в Писании. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели сейчас один клип, где задаются вопросы. Этот клип исполняет одна белорусская группа под названием «Нутеки». Я сегодня спрашивал значение этого слова «Нутеки». Кто это такие вообще? Ну, мне сказали, что это выдуманное слово, которое просто вот ничего не означает, но вот так вот придумали, чтобы никто не догадался. Ну, мы-то знаем с вами. Слава Богу. Давайте послушаем. Эта группа планирует к нам приехать летом, в этом году. Белорусская группа для евангелизации. Слава Богу, мы с радостью их примем. Давайте мы послушаем, посмотрим, как они поют, как они играют. Можно кто-нибудь немножко свет притушит? Кто знает? Там левая крайняя, снизу кнопка. Слава Богу. Субтитры создавал DimaTorzok Откуда столько мыслей о том, что невозможно И в прошлом только числа, и удалить их сложно, сколько можно Любви так не хватает, осторожно Я так нуждаюсь в тебе, любовь Я так нуждаюсь в тебе, любовь Не молчи, скажи Можно ли чувствовать любовь Можно ли чувствовать тебя Где найти тебя Продолжая ждать Как показать небо и земля И как показать, что чувствую я Опять всё как по кругу Всё те же боли, чувства Не верим мы друг другу Внутри всё как-то пусто Сколько можно Любви так не хватает, осторожно Я так нуждаюсь в тебе Но не молчи Скажи Можно ли чувствовать любовь Можно ли чувствовать тебя Но не молчи Скажи Можно ли чувствовать любовь Можно ли чувствовать тебя, где найти тебя, продолжая ждать? Не поиздевать, и как показать, что чувствую я? Запомнили вопросы? Много вопросов прозвучали. Где тебя найти, Господь? Где познать твою любовь? Как раскрыть свои чувства? Много таких вопросов, над которыми очень много людей мучается, на самом деле, в этом мире. Когда даже человек познает Бога, приходит в церковь, и все равно поиски продолжаются, и какие-то бесконечные вопросы. Где ты, Господи? Как познать твою любовь? И как вы думаете, где познать любовь Бога? Как познать Его любовь? Где услышать Его голос? Вы знаете, вот Старый Завет, несмотря на то, что он, ну так, и Новый Завет описывает, как бы устарел, да. Закон Моисеев, он упразднен заповедью учением Иисуса Христа. Так говорит посланник евреям. В Старом Завете мы можем увидеть о том, что все-таки некоторые люди, они реально пробивались, находили ответы на свои бесконечные вопросы. И, в принципе, это сама по себе идея, она исходит от Бога, потому что Бог искал себе личность, равную личность, которую Он в конечном итоге сами и создал, сотворил из праха. И Он имел самые близкие отношения и с Адамом, и с Евой в Едемском саду, но Адам и Ева не захотели сохранить это достоинство, это общение, эту высоту, эту честь. И просто пошли за дьяволом. Несмотря на все это, опять же, мы видим о том, что как по милости Божией опять возобновляется взаимоотношение, очень близкое общение с Авраамом, да. Авраам знал лично Бога, он разговаривал, он обращался к Нему, он получил обетование, обещание, заключил завет с Богом. Он знал Бога. Бог общался с Авраамом и с его женой Сарой. Потом имел общение, близкое общение с его сыном Исааком. Мы видим, как Иаков, уже внук Авраама, он боролся с самим Богом, да, за то, чтобы Бог дал ему благословение. И можем так перечислять до бесконечности о том, что находились личности, которые, несмотря ни на что, пробивались к общению с Богом и знали его, ну, например, Моисей знал Бога лицом к лицу написано. Имел общение лицом к лицу. Не потому, что Бог его как-то вот просто вот так избрал, да, или как-то приблизил к себе, потому что у Моисея была колоссальная жажда. Мы видим, как Даниилу и Иосифу Бог говорит через сны. И эти люди очень близко знают, входят в общение, постоянно молятся. Несмотря на угрозу смертью, они не отказываются от того, чтобы несколько раз обращаться к Богу в течение дня, молиться Ему, преклонять перед Ним колени, поклоняться Единому Богу, сокрушаться, смиряться перед Ним. И в конечном итоге мы можем увидеть, какое общение было, я считаю, что это самый мощный прообраз Старого Завета, водительства Духом Святым. Насколько Давид, царь Давид, знал близко самого Бога. Мы можем прочитать это во втором послании Царств, в 22 главе, давайте мы вместе откроем, 22 книга Царств, 22 глава, с 21 стиха, можем все вместе прочитать. У кого есть Библия, проверяйте, открывайте вместе со мной. С 21 стиха я начинаю читать. «Воздал мне Господь по правде моей» – это Давид воспевает Господу, все это было в стихотворной форме, потом это повторяется в Псалтере, то, что пел царь Давид или псалмопевец. «По чистоте рук моих вознаградил меня, ибо я хранил пути Господа и не был нечестивым перед Богом моим, ибо все заповеди Его предо мной, и от уставов Его я не отступал, и был не порочен перед Ним, и остерегался, чтобы не согрешить мне». Это Ветхий Завет. По Ветхому Завету мы находим человека, который старался ни в чем не согрешать, водился Духом Святым, знал Господа лично, «и воздал мне Господь» – 25 стиха – «по правде моей, по чистоте моей, пред очами Его». И смотрите, что царь Давид восклицает. «С милостивым ты поступаешь милостиво». То есть Давид раскрывает духовный закон о том, что Бог милостивый, Он с милостивым поступает милостиво. С мужем искренним Бог поступает как? С искренним Бог поступает искренне. С чистым поступает чисто, а с лукавым по лукавству Его. Если мы видим лукавого человека, то, как видим, как правило, что этот человек и заканчивает как-то вот, ну, не так. Так, лукавого пути Его, извращенный, и конец Его всегда лукавый и извращенный. «Людей угнетенных Ты спасаешь и взором своих унижаешь надменных. Ты, Господи, светильник мой, Господь просвещает». И смотрите, что Давид восклицает. «Просвещает тьму мою». Вот это мне очень нравится. Давид глубоко осознает, что без Бога Он кто? Он тьма. Скажи это про себя, потому что это правда, это честно. Потому что если вот Бог просто уходит из моей жизни, моя жизнь, моя душа, мое сердце тут же, мгновенно, тут же, она погружается во тьму. Без Иисуса Христа я вообще, я плутаю. Я сбиваюсь, я спотыкаюсь, в конечном итоге падаю в яму. И царь Давид это глубоко осознает. И вот это правило, да, о том, что открыл Давид, о том, что Бог, он с искренним поступает искренним. И вот этот человек, Давид, он был по сердцу самого Бога. Богу это нравилось. Вы знаете, даже вот в прошлый раз мы читали 50-й Псалом, где Давид восклицает песню, знаете, после чего? После того, как он согрешил в Сверсаве. После того, как он убил Урию, ее мужа. И в этом Псалме Давид искренне, он согрушается и просит у Бога прощения. Он говорит о том, что я согрешил только перед тобой. В данном, вот в этом грехе он согрешил только перед тобой. Почему? Ну, так. Потому что Урия, он уже погиб, он уже умер, он был убит, да, и он был уже в другом царстве, и как бы Давид не мог перед ним покаяться или попросить у него личное прощение. Версаве, она согрешила вместе с Давидом. Ну, то есть царь Давид ее не носил, не заставлял, не принуждал. Она была частью этого греха, она была частью этого заговора. Она шла на это добровольно. Поэтому царь Давид, он искренне признает, что я согрешил лично перед тобой. Это написано в Псалме номер 50. И вы знаете, за что, вот это мое размышление, но мне кажется, что это правильно, потому что за что народ любил царя Давида, за что его любили все, начиная от Бога и заканчивая простым человеком, который был в его царстве. Я думаю, что Давида очень любили за его искренность. Это был абсолютно открытый человек. В первую очередь он был открыт перед Богом. Во вторую очередь он пел. Он все то, что он переживал, он все это вскрывал тут же. Он искренне каялся. Он просто на самом деле сокрушался перед Богом, перед людьми. И Бог прощал его. Бог простил его, несмотря на то, что грех был страшный. Когда написано, Бог его простил, несмотря на то, что в сады Божии пришли, но Давид получил прощение. И народ его простил. И он остался царем и продолжал царствовать. И царство было очень сильно и могущественно. Это Ветхий Завет, который является всего лишь тенью будущих благ. Это прообраз Нового Завета. Как вы думаете, кто по Новому Завету показывает такой пример искренности? Кто из апостолов? Я думаю, что вы со мной согласитесь, что это был апостол Павел, да? Кто-то сказал. Я абсолютно согласен. Потому что мы сейчас учимся по Новому Завету в основном по посланиям апостола Павла. А что такое послание апостола Павла? Вы знаете, это было его сердце. Это были его просто переживания. Я не думаю, что Павел думал когда-нибудь, что по его посланию мы будем учиться. Он просто писал свои чувства. Слушайте меня. Он просто писал свои откровения. Он писал о своей боли. Он писал о своих переживаниях. Он писал о своих страданиях. О том, как его убили, избивали, как его убили. Как он воскрес, как он опять пошел в город проповедовать. Как он пострадал от лжебратьев. Ну и кого там перечисляется очень много. Я хочу сказать о том, что если внимательно читать послание апостола Павла, мы постепенно узнаем всю его жизнь. Аминь или не аминь. Всего подноготного. То есть мы знаем, где он родился, кем он был, у кого он учился, какое образование он получил, что он пережил, в конечном итоге, кем он стал, к чему он готовится. Абсолютно все. Почему? Потому что этот человек был искренним. Аминь. Открытым перед теми. В первую очередь перед Богом. Во вторую очередь перед людьми. И я бы хотел прочитать в подтверждение этому два места из Нового Завета. Это мы можем прочитать во втором послании к Олимпинам. Второе послание к Олимпинам, пятая глава, только одиннадцатый стих. Смотрите, что апостол Павел пишет. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты. Надеюсь, что открыты и вашим совестям. Здесь апостол Павел делится своим принципом, принципом своего услужения. Он говорит о том, что мы максимально открыты перед Богом. Мы максимально открыты также перед людьми. Мы искренне, мы делимся своими переживаниями, своим опытом. И он надеется, что он открыт и нашим совестям. Потому что, вы знаете, когда какой-либо апостол проповедует, учителя, пастырь. Ну, мы слушаем много пастырей, да, и там, ну, просто вот так. И так, вот, знаете, когда, я хочу сказать, когда твоя совесть чиста, ты принимаешь это Евангелие, ты принимаешь эти свидетельства, ты принимаешь эту искренность, ты понимаешь, насколько этот человек близко находится с Богом. И тогда идет приятие. Тебе это нравится. Тебя это также омывает, твою порочную совесть от всякого греха. И ты становишься вместе с этим учителем или там, евангелистом или апостолом. Также близок к Богу. Подражаешь, начиная подражать Ему, потом начинаешь подражать лично Иисусу Христу. Потом позволяешь, да, Иисусу Христу лично жить в твоей жизни. И так происходит вот такое приближение. Но если ты, если твоя совесть, она, как написано, для нечистого человека, нет чего-либо чистого. Потому что осквернены и ум, и совесть его. Даже если сам Иисус Христос будет ему проповедовать, этот человек не примет. Почему? Потому что его совесть осквернена. Что ему нужно сделать? Ему нужно покаяться, позволить благодати Божией омыть его, и принимать, но не все хотят. И написано, Бог гордым противится. Вот тогда эти человеки не принимают и не приближаются, конечно, через это к Богу. Еще одно место, которое я хотел бы сегодня открыть, это написано также в Евреям, послании к Евреям, 4 глава. Уникальное послание, на самом деле. 4 глава, 15 стих. Здесь также апостол Павел восклицает. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему-то приступаем с дерзновения к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать от благовременной помощи. И здесь уже апостол Павел нас подводит к тому, что есть еще более искренний человек. Есть еще более открытый человек с большой буквы. Кто он? Знаете, вот здесь парень пел очень красивую песню, задавал очень много вопросов. Но на самом деле на все вот эти вопросы уже давно есть ответ. И где он написан? Он написан в Евангелии. Я бы назвал Евангелие – это открытое сердце Бога. Оно не просто открытое, оно вывернуло вот так просто. Наизнанку. Чтобы показать нам именно открытое, израненное сердце Бога. И вы знаете, вот раньше была скинья завета, был ковчег, да? И вот эта скинья завета, ну, она содержала внешний двор, потом было святое, потом было святая святых. Новый завет нам открывает, что прообразом чего являлась эта скинья? Она являлась прообразом души. И не только человеческой души. Она являлась прообразом души и сердца самого Бога. Что такое святая святых? Святая святых – это святая святых сердца самого Бога. Куда стремились священники попасть? Они стремились попасть во святая святых Бога. Аминь или аминь? И только раз в год было позволено, да, что кто-то, ну, на самом деле, достигший каких-то высот, какого-то, ну, на то время очень высокого образования, святости какой-то, первосвященник раз в год имел право войти во святая святых для того, чтобы иметь общение с Богом. Если он был во грехе, то он там умирал. По Новому Завету через жертву Иисуса Христа мы получили, как написано, доступ куда? Получили свободный доступ входить во святая святых Богу. А что такое святая святая святых Бога? Это сердце самого Бога. Слышите меня? То есть Бог открыл нам свое сердце, и это сердце уже давно открыто на протяжении двух тысяч лет. И туда мы можем войти только через жертву Иисуса Христа и иметь самое близкое отношение с Богом, с кем? От сердца к сердцу. Даже не лицом к лицу, как Моисей имел, а от сердца к сердцу. Вот Давид был уже по сердцу Бога, да? А мы для Бога через жертву Иисуса Христа мы имеем общение с Богом, самим Богом. Во святая святых Бога, вот, от сердца к сердцу. Скажи аминь, пожалуйста, потому что это очень важно. Это суть Евангелия, суть самого Евангелия. Суть его самого Евангелия – это быть максимально открытым, в первую очередь для самого Бога. Через максимальную открытость Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос нам показал пример. Вот здесь мы прочитали о том, что Иисус Христос, он был во всем искушен, я уже как-то говорил эту мысль, кроме греха. И знаете, чем отличаются вот эти две личности? Вот Давид, он во многом согрешил. Ну, это был человек, знаете, у него руки были в крови, да, Библия говорит об этом. Он много воевал, он много убил народу, да, он был завоевателем, он был победителем, да. Ну, у него были какие-то страшные грехи. И он все это признает. И все это ему Бог прощает, и люди ему прощают. Иисус Христос чем отличается? Иисус Христос тоже был во всем искушен, в любом грехе. И вы знаете, почему об этом Писании пишет? Потому что Иисус Христос был максимально открытой личностью. Он все это рассказал. Давайте мы просто прочитаем вот это послание, где Иисус Христос, он, например, делится. О том, что приходил к нему сатана, искушал его. И как Иисус Христос с этим борется? Через что? И это написано в Евангелии Атана, 15 глава, 15-15. 15 глава, 15 стих. И здесь мы можем прочитать. Перепутал место, извиняюсь. Евангелие от Луки. 22 глава. С 31 стиха. И сказал Господь, Симон, Симон, все сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. То есть подошел сатана к Иисусу Христу и просил Иисуса Христа, представьте, лукавый, какая наглость, какая нахрапенность, какая бурость, подойти к Господу и говорить, я хочу твоих учеников вот так просто взять и вот так их, просто вот так разбросать. Позволь мне. Что Иисус отвечает? Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братья твоих. Он отвечал ему, то есть Петр отвечает ему, Господи, с тобой я готов и в темницу на смерть идти. Но Он сказал, Иисус Христос говорит, говорю тебе, Петр, не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Смотрите, что знает Иисус Христос. Он знает о том, что Петр отречется от него. Он знает, что сатана попытается что-то сделать с Петром, но Он молится не за то, чтобы Петр не отрекся. Иисус Христос молится о том, чтобы его вера не оскудела. И чтобы Он в определенный момент, что Он сделал? Обратился. Обратился от своих мертвых дел, от своего самоупования, от своих сил. Как мне понравилось сегодня место, я у одного пророка прочитал о том, что пусть не хвалится сильной силой своей, пусть не хвалится мудрой мудростью своей, пусть не хвалится богатым богатством своим, пусть каждый хвалится тем, что знает Господа Бога. Слышите меня? Единственное, чем можно хвалиться на самом деле, знаешь ли ты Господа, если ты знаешь, слава Иисусу Христу, в этом сила спасения. Но если не знаешь, ты в опасном состоянии находишься. Никакое богатство, никакая мудрость, никакая сила тебе не помогут без знания самого Господа Иисуса Христа. И смотрите, Иисус Христос, Он откровенно говорит о том, что вот там подходил сатана, там подходил, там вознес на крыло храма, потом там вознес на гору, предлагал все царства. Ученики знали о том, что Иисус Христос был человеком, который был искушен во все греха, но не сделал ни одного греха. За всю свою жизнь, за 33 года Иисус Христос не сделал ни одного греха. Слышите меня? Так Библия говорит, и я этому верю абсолютно, потому что Иисус Христос – это Господь Бог. И, кстати, Иисус Христос, Он дает нам власть и силу также не грешить. Я, знаете, просто я не говорю о том, что я вот такой абсолютно безгрешный человек, о том, что я считаю, да, о том, что ведущий человек, христианин, может согрешить. Он может где-то что-то, ну, просто чего-то не предвидеть, он может споткнуться. Но я верю в то, что говорит Писание о том, что Иисус Христос нам дал победу над грехом, над властью. Мы сегодня не подвластны греху, потому что Иисус Христос говорит о том, что если ты делаешь грех, то ты раб греха, ты не раб Господа. И что вы говорите мне, Господи, Господи, не делайте того, что я вам говорю. Если вы делаете грех, то вы являетесь не рабом Христа, вы являетесь рабом греха. Верующий человек может согрешить, но он так же, как Давид, он бежит сразу к Иисусу Христу и, Господи, пожалуйста, не допусти, чтобы это просто меня задавило. Потому что грех, он в порогу лежит, но дай мне власть, Иисус Христос дает. Писание говорит о том, что мы имеем силу, да, для того, чтобы превозмочь всякое искушение на сегодняшний день. Власть верующего человека, она колоссальна, да. О себе сегодня я могу сказать о том, что, слава Богу, что я сегодня не являюсь рабом греха. Вот это для меня очень важно. Грех надо мной не властвует. И за это благодарен только нашему Господу Иисусу Христу. О том, что вы можете проследить мою жизнь, да, о том, что, ну, на самом деле, вы не найдете сквернословий в устах моих. Я хвалюсь сейчас Господом, да, о том, что я не злоупотребляю, не алкоголем, не курением, ничем-либо вообще. Ну, то есть, мы стараемся с супругой не расставаться в последнее время для того, чтобы просто, ну, люди понимали о том, что просто мы стараемся жить святой жизнью. Стараемся. Мы понимаем, что мы можем согрешить, но мы тут же бежим к Иисусу, исповедуем грех нашей крови Иисуса Христа, тут же очищает нас от всякого греха. Мы не рабы греха, мы рабы праведности. Аминь или не аминь? Скажи аминь, потому что это святое Евангелие. Если ты подсознательно считаешь о том, что все грешат, ну, и я тоже периодически так грешу, да, то ты не раб Христов. Я должен тебе это прямо сказать. Потому что, не имея святости, никто из нас не увидит Господа, написано. Потому что Иисус Христос свят. Еще одно место, которое я хочу прочитать, вот то, что я уже пытался, да, это в Евангелии от Иоанна, 15.15. Мы можем прочитать, я уже не называю вас рабами, это слова Иисуса Христа. Мне очень нравится этот стих. И бараб не знает, что делает Господин его, но я назвал вас друзьями. Что хочет Иисус Христос нам сказать, да, или кем нас Он уже назвал. Вы знаете, вот парень поет прекрасная песня, прекрасный псалом, это, ну, как прообраз искания, да, жаждания, алкания, о том, что, ну, все, это, это общечеловеческое. Я хотел бы так сказать, знаете, что, вот, общечеловеческое, это любой человек, вот, я вот вспоминаю свою жизнь, да, вот, ну, я был маленьким там, ну, школа, и мне всегда хотелось иметь какого-то искреннего друга, с которым я просто имел бы какое-то самое такое сокровенное, чистое общение, мог бы ему все рассказать, аминь или не аминь, да, ну, это только мое, или у кого-то тоже были такие переживания. С кем-то поделиться, да, своими какими-то проблемами, какой-то своей болью. И слава Богу, что Бог всегда давал мне такие, ну, у меня не было много друзей, но у меня были всегда хорошие друзья, очень верные, искренние. И мы уединялись, мы рассказывали, мы делились, мы плакали вместе, мы радовались вместе. И до сих пор мы имеем общение, слава Богу. И, вы знаете, я все-таки бы хотел сказать, что все-таки самым лучшим другом, это в моей жизни, самым сокровенным другом, я даже не могу ни с кем его сравнить, все-таки является сам Господь Иисус Христос. И это без капли лицемерия, это я искренне говорю. Потому что, когда я опознал его верность, о том, что он даже верен тогда, когда я неверен. Библия-то говорит, я через это прошел, да. Бог остается верен, даже когда мы, бываем ему неверны. И через это я опять бегу к моему Иисусу Христу и говорю, прости меня, Господь, за то, что я вот, ну, может быть, где-то я не пободрствовал, согрешил, да, где-то, где-то предал тебя, еще раз, может быть. Ну, было такое в моей жизни, и Бог меня прощает, знаете. Может быть, никакой другой бы человек на этой земле не простил, а Иисус Христос прощает. Почему? Потому что он друг. И смотрите, что Иисус Христос говорит, это его желание, это его крик души, это ответ вот на вот эти бесконечные вопросы. «Где найти твою любовь? Где познать тебя?» В Евангелии даны очень четкие ответы. Иисус Христос считает нас своими искренними друзьями. Для тебя это ценно услышать? Вот для меня это ценно. Потому что, когда я узнал, что Иисус хочет, чтобы я был его другом, для меня это очень ценно, для меня это очень сокровенно. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает Господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все. «Что слышал от Отца моего». И смотрите, Иисус Христос говорит уникальную фразу. Он слышит от Отца своего какие-то сокровенные вещи, что Бог бы хотел. И вы вспоминаете о том, что Бог поставил царя Давида, потому что он был ему по сердцу, и потому что вот этот человек исполнит хотение самого Бога. И смотрите, вот я хочу сказать сегодня еще такую мысль, да, про суть молитвы. К сожалению, да, чаще всего мы приходим к Богу для того, чтобы от Бога что-то получить. Вот Давид был исключительно личностью. Вот он один из немногих людей, который пришел к Богу для того, чтобы исполнить хотение Бога. Слышите меня? Для того, чтобы исполнить волю Божию. Иисус Христос, ну, конечно, это Господь, это Бог, пришедший воплоти, полнота Божества телесная. Но все-таки в человеческом обличье Он чувствовал всю нашу боль, да, все человеческие какие-то страдания, все вот эти переживания. Вы знаете, меня трогает то, что уже в пророчествах или в псалтыре Иисус Христос, Он делится своей страшной скорбью. В псалтыре Вы можете прочитать, где Давид восклицает, но на самом деле это пророчество о Иисус Христе, о том, что буквально те же переживания, что переживал бы человек, вися на Голгофском кресте. Ну, как вот Давид вот этим мог проникнуться? Как он мог вот это предвидеть? И он там пророчествует о том, что вот иссохли уста мои, губы мои, да, о том, что кто-то подал мне губку, да, кто-то смотел, кто-то пробил мне ребра копьем, кровь моя, кости мои стенают. И вот это бесконечные какие-то в псалтырях какие-то пророчества о чем? О том, что Иисус Христос кричит от боли, о том, что Ему больно, о том, что Он плачет. Новый Завет говорит о том, что Он плачет, да, Он сплакнул, о том, что Он страдает, о том, что Он уединился, о том, что Он пошел в Гефсимианский сайт, о том, что у Него капли пота с чела падали, как капли крови. Такая глубина Его колоссальных страданий. Иисус Христос не скрывал ничего. Он рассказал ученикам абсолютно все, все то, что от Отца Ему пришло. Я бы сказал, вот это открытое сердце Бога, боль Бога. Бог хотел бы приобрести в нас своих друзей, открытых, сокровенных друзей, которым Он мог бы рассказать все через жертву Иисуса Христа. И вы знаете, на самом деле, Новый Завет – это крик Бога, это открытое сердце Бога, вывернутое сердце наизнанку. Это плач Бога. Плач Бога потому, насколько Он давно уже ищет себе друзей, сокровенных друзей, которые были бы просто с Ним, которые были бы Ему верны в конечном итоге, которые бы просто дружили бы с Ним, открывали Ему в ответ свое сердце, имели бы вот эту взаимную любовь. И последний месяц, который я хочу сегодня открыть, это написано в послании к евреям. 10 глава с 19 стиха апостол Павел восклицает. Итак, братья, имея дерзновение входить в святилище, куда? В святилище, во святая святых. Дерзновение. Дерзновение – это значит, что ты можешь туда смело входить, в сердце самого Бога. Ты можешь входить смело в сердце самого Бога и стать самым сокровенным, близким другом самого Бога посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым. Это не твоя заслуга. Это не твой успех. Это не твоя святость. Это не твоя правильность. Это не потому, что ты вот такой хороший. Это потому, что Иисус Христос. Он пролил вот эту чистую святую кровь. Он был непорочным Агнесом и просто проложил. Когда его плоть разорвалась, Слово Божие говорит, что завеса храма разорвалась сверху донизу. Сам Бог ее разорвал. Для того, чтобы человек, каждый человек, через жертву Иисуса Христа имел доступ войти в самое сердце самого Бога. Самое святое святых. Которую Он вновь открыл нам через завесу, то есть плод свою. Имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем. Смотрите, апостол Павел подчеркивает. Искреннее сердце. Бог хочет увидеть в нашей вере искренность. 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 Сокровенность. Открытость. Не просто вот так что-то прийти, машинально исполнить, прочитать как-то вот так на память какую-то молитву, да, и потом уйти. Бог не этого хочет. Бог ищет сокровенное сердце, потому что Он очень искренен Сам с нами. Да приступаем с искренним сердцем, с полной верой, краплением очистив сердца. От чего? От порочной совести. Совесть, она, оказывается, может быть еще и порочной. Когда, ну, там что-то не доглядел, там просто так, между пальцев, там что-то завуалировал, ну, не обратил внимания. Но нам надо освобождаться от порочной совести, потому что нам нужна совесть, омытая кровью Иисуса Христа. И омыв тело водой чистой, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен, обещавши. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание свое, как есть у некоторых обыча, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня Оного. Какого дня? Когда Иисус Христос придет за нами, да? И посмотрит нам в глаза, и возьмет своих, и заберет своих с этой земли. И, вы знаете, я вот сегодня реально так смотрю, сегодня в этом собрании, ну, я думаю, что дошли самые-самые-самые люди, я вот просто хочу вас запомнить, потому что, несмотря на то, что вот там вирус какой-то пробушевал, там прошелся, да, вот просто кто-то стоял на ногах, кто-то в молитве, в вере, в уповании нашего Господа, дошел сегодня до собрания для Бога, это очень ценно, это очень драгоценно, слава Богу. Поэтому спасибо Богу за вас. И вот это последнее место, которое я хотел провести, вы знаете, на самом деле, о том, что сегодня сердце Бога открыто. Сегодня каждый из нас ищет себе друга, сокровенного друга, с кем бы он мог поделиться любой бою, любыми мыслями, любым грехом, которым, может быть, сам человек считает, что вот этот человек, вот этот человеческий грех, который я сотворил, его, наверное, никто не сможет простить. И Бог его, наверняка, не сможет простить. Я хочу сказать о том, что это сатанистская ложь. Слушайте меня. Нет такого греха на земле, которого Бог бы не смог бы покрыть своей драгоценной кровью. И Слово Божие говорит, что когда мы исповедуем грехи наши, то кровь Иисуса Христа очищает нас. От чего? От всякого греха, без исключения. Аминь. Потому что Бог так сильно любит. Бог так сильно возлюбил. И моя задача сегодня донести до вас вот эту самую главную мысль о том, что Бог уже назвал нас своими друзьями. Он уже нас считает своими друзьями. Он уже сказал так. Вы мои друзья. Считаете ли вы Бога своим другом? Вот эту мысль я хочу сегодня донести. Потому что очень часто эта мысль, она не доносится. Чаще всего нам пытаются внушить о том, что кто вы такие вообще. Что за прелесть такая? Есть православие, есть такая терминология о том, что евангелисты, они обольщены дьявольской ложью. Они верят в то, что они могут быть друзьями Богу. Это такая бредятина. На самом деле это все их прелесть. Это они обольстились. Я хотел бы сказать о том, что я не воюю против православия, но статистика, к сожалению, очень печальная. Совсем недавно в Санкт-Петербурге нашли удостоверение. Это факт, уже установлен факт о том, что потерял один православный священник, а удостоверение это было офицера КГБ. То есть этот священник является офицером КГБ. И этот факт, который уже на сегодняшний день, вы знаете, я мог бы так сказать, это даже не какое-то поношение. Факт Библии, Евангелия говорит о том, что любое вероисповедание христианское, которое не слито с государством, которое преследуется, которое гонимо, которое называется фанатики, это какие-то сектанты, как раз-таки является истинным. Потому что ничего не изменилось за вот эти тысячелетия. Потому что учеников Иисуса Христа, апостолов, как называли? Представителей ереси Назарейской. Слышите меня? Всех апостолов называли. Это еретики, это сектанты. Но если апостолов называли сектантами, то я радуюсь. Вы знаете, нас тоже недавно так назвали, о том, что религиозные фанатики. Нас называют вот так. Для меня лично это комплимент. Я религиозный фанатик. Ну, если вот так сравнить. Нас преследуют, нас голодят. Нас и здесь в Болгарии пытались запретить, но, слава Богу, в Бог вступился. И наоборот, я, знаете, я бы с большим подозрением, я так и отношусь, о том, что любая христианская религия, которая слита с государством, она работает на государство. Тут все просто и все очень понятно. То есть это система, которая просто подминает под себя людей. И я хочу сказать о том, что это просто не какое-то огульное обвинение. О том, что просто вы подумайте просто вот так разумом. О том, что когда на самом деле вы идете в какую-то государственную систему и просто приходите, и просто видите, что там государственный чиновник стоит. Поэтому лично к Иисусу Христу я всегда говорил и буду говорить о том, что в православии, если хорошо поискать, всегда можно найти искреннего священника, искренних верующих христиан, но, к сожалению, их там не так много. Как правило, истинные верующие, они находятся в гонениях, в постоянных притеснениях, в подземной церкви, ну там на китайскую церковь посмотрите, она постоянно в гонении находится. Это всегда признак здоровой живой церкви, это признак друзей. Друзей Иисуса Христа никто не любит. Слышите меня? Все желающие жить благочестиво, это слова Иисуса Христа, будут гонимы за имя мое. Иисус Христа говорит, меня ненавидели и вас будут ненавидеть. Ничего не изменилось. Аминь или не аминь. Меня гнали и вас будут гнать. Поэтому нас не так много, да, в этой церкви. Потому что Евангелие, оно не меняется. Слава нашему Богу. Мы любим и православных, мы любим и католиков, мы любим и протестантов, но моя важная, самая главная задача сегодня донести о том, что Бог ищет себе друзей сегодня. Бог назвал нас уже своими друзьями и Бог является самым невероятным другом на этой земле и на небе. Можешь сказать на это аминь? И поэтому просто не обманывайтесь о том, что просто если кто-то вам говорит, а что вы там о себе возомнили? Кто вы такие? Друзья Бога что ли? Да вы что? Просто смешно. Это на самом деле можно быть другом Богу по той простой причине, что Бог так хочет. Потому что это написано в Евангелии. А если Бог так хочет, да, скажи просто Богу да. Почаще заходи в тайную комнату. Открывай свое сердце перед Богом. Аллилуйя, слава Богу. Спасибо тебе, дорогой Иисус. Иисус, давайте мы склоним наши сердца. Иисус, я благодарю Тебя за то, что в Тебе, в Тебе самом я нашел самого лучшего, самого близкого друга, который никогда не предает. Который все свои сокровенные тайны, все свои желания, всю свою боль, все свои страдания выразил через Евангелие. Спасибо тебе за то, что я сегодня узнал, что Евангелие – это открытое сердце Бога. Сердце, которое болит, которое болит и сегодня, которое выстрадало, которое принесло самую страшную боль для того, чтобы оказаться верным нам, чтобы назвать нас своими друзьями, чтобы назваться своим другом, чтобы быть нам другом, самым близким, самым честным, самым откровенным. Спасибо тебе, Господь, за то, что ты показываешь нам прекрасные примеры, прообразы о том, что Давид, несмотря на то, что он жил в условиях Старого Завета, он был твоим близким другом, он был по твоему сердцу, он исполнял твои хотения. Он не приходил каждый раз к тебе с какими-то своими желаниями. Вот Бог, хочу, хочу, исполни, исполни. Он приходил к тебе для того, чтобы исполнять твою волю. Господь, да исполнится воля Твоя, не наша воля, но Твоя да будет, говорил Иисус Христос. Иисус Христос нас показывает пример о том, что Он пришел на эту землю не для того, чтобы что-то получить, не для того, чтобы исполнилась воля Его, Иисус Христа. Он пришел на эту землю для того, чтобы исполнить волю Оса Своего Небесного. Раскрыл все тайны, всю свою боль, святая святых, самого Бога, показал, что вход открыт, что завеса разорвана сверху доню за самим Богом, и что благодаря драгоценной крови Иисуса Христа мы имеем сегодня возможность входить в это самое невероятное сокровенное общение с самим Богом, Богом Богов, Господом Господствующим, Царем Царей, Владыкой. Спасибо тебе за такую привилегию и честь. Познавать Твои истины, читать Твое слово, молиться Тебе, Господь, познавать Твую любовь. Не мы Тебя первым возлюбили, но Ты нас первым возлюбил. Наша любовь к Тебе, она взаимная, потому что мы познали, как Ты нас сильно любишь, насколько Ты открыт. Спасибо тебе, Господь, за искренность, которая каждый раз приходит, Господь, через Евангелие, Господь, что Ты уже абсолютно все совершил, Господь, для того, чтобы нам прийти и познать, чтобы нам уже не вопиять, чтобы нам уже не задавать бесконечные вопросы, чтобы нам читать ответы в Евангелии, Господь, И познавать каждый раз глубину, широту, высоту и долготу Твоей Божьей любви. Любви, которая превосходит всякое разумение, Господь, И в послании к Филиппийцам написано, в 4 главе, открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, он устроит ваше помышление во Христе Иисусе, и придет совершенный мир, будет владычествовать наши сердца, Господь, Иосиф, мы прямо сейчас пленяем всякую сатанинскую ложь, всякую мысль, которая не подчиняется Тебе, Господь, Иосиф, пленяем послушание Иисус Христу, Господь Отец, Отец, Слава Тебе, Господь Отец, помоги каждому человеку разобраться, Господь Отец, Слава Тебе, чтобы Господь не искать какой-либо динаминации, какого-либо человека, чтобы познать Тебя лично, Господь Отец, получать откровения Тебя лично, лично читать Евангелие, лично получать ответы от Тебя, лично познать это помазание святое, которое учит всему, Господь Отец, не уповать на человека, но уповать на Господа славы, на Иисуса Христа, который сегодня жив и будет жив всегда и во веки веков. Спасибо тебе, дорогой Господь, за Твое Божие присутствие на этом месте, за то, что прямо сейчас Ты здесь, за Твое Святое Слово, Господь Отец. Не дай нам, Господь, смотреть просто, Господь, что-то человеческое или слушать какие-то человеческие мысли, Господь Отец, Асана, или, Господь, смотреть телевидение, Господь, где говорят в основном, в основном, в основном только ложь, Господь, Дезинформацию, Господь. Дай нам читать Твое Святое Слово, Господь, Отече. Аллилуйя, Отец. И следует только за Тобой, Господь Отече. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Блажен человек, который уповает на Господа, Отец. Слава Тебе, Господь Отече. Спасибо Тебе, Господь. Мы еще и еще раз молились Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. И Божий народ скажет Аминь. Будьте благословенны. Да, вот нам предлагают посмотреть ролик.